здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях работники культуры но слова работники здесь не подходит потому что речь идет и о душе и о сердце конечно профессионализме я рад приветствовать заслуженного работника культуры московской области почетного работника общего образования российской федерации руководителя заслуженного коллектива народного творчества российской федерации хореографического ансамбля россия ливерецкого дворца культуры александр васильев шмелеву трассе к носим раз и а кристина денисова солистка ансамбля россия того самого почему я сейчас один раз назвал серии гали второй раз очень коротко объясню почему хорошо любить и жаловать кристина это человек который внутри самого коллектива создает эти шедевры ансамбль хореографические в декабре ансамбль получил вот это вот длинное но такое почетное звание заслуженный коллектив народного творчества российской федерации вы как об этом узнали ну я честно говоря мы очень долго ждали так этого события это годами ждется или как ну нет около года примерно проходила вся процедура подачи документов потом документы проходили через министерство культуры московской области затем не сердце культуры российской федерации и вот в декабре в конце декабря месяца вышло постановление о присвоении званий кроме нас конечно много коллективов российской федерации были присвоены аналогичные звания и ну и нам в том числе а вот это как подаются эти документы на основании каких-то участия конечно событий безусловно безусловно здесь имеет значение и фестивали в которых участвует коллектив здесь обязательно обязательным условием является участие во всероссийских конкурсах в частности проводимых домом народного творчества российской федерации и министерство министерством культуры прошу прощения российской федерации и конечно же для министерства культуры московской области имеет огромное значение участие в областных фестивалях и конкурсах то есть работа проделана большая это понятно коллектив для того и создается чтобы своим творчеством радовать правильно коллективу в этом году 60 лет дослужим поэтому да я считаю что мы достойны раньше назывался просто народный народный был народный коллектив но это тоже немалое звание раньше не было звание заслуженный коллектив творчества российской федерации были было только звание народный коллектив и она присваивалась тоже на уровне российской федерации сейчас вот ну как бы градация у сложнилась так скажем и есть вот вот такое звание то есть на ступенечку повыше да на ступенечку повыше и конечно же но 60 лет я думаю что имела здесь этот срок существования коллектива имел здесь огромное значение огромное значение мы сейчас поговорим о коллективе частично об истории частично его современных успехах давайте кристину тоже к разговору подключать а как внутри коллектива была воспринята эта информация что вот все далее как там плакали рыдали я не знаю целовались все на сцене хотя у нас же пандемии сейчас как это все происходило ну конечно мы все были очень счастливы и потому что мы этого долго ждали это такое достижение для и для нас как участников и для руководителей поэтому мы конечно это восприняли очень радостно а сколько человек сейчас на сцене работают где-то 35 так 35 человек 35 человек которые а как вот получается вы носите звание солистка заслуженного и так далее ну как звание как такового нет собственно как бы ну вы же бы теперь осознаете что все-таки благодаря и вам том числе и вашим коллегам вы этого звания добились тут работа как бы руководителей и исполнители конечно обратите внимание у нас сегодня такая немножечко кубковая система если так можно сказать вот все что вы видите на на нашем столе студийном это все некие атрибуты побед участия нашего графического ансамбля и я так понимаю что речь идет лишь о маленькой частичке частички участия в каких-либо соревнованиях скажем так профессиональных вот расскажите что это за награды коль они у нас здесь представлен но вы правы да это очень малая часть наших наград это буквально вот то что на ходу собрали в мешок и принесли для подруги но вот это замечательная барышня была подарена нам в честь 50-летия коллектива 10 лет назад нашими друзьями нашими коллегами тоже замечательным коллективом который также имеет уже звание заслуженного коллектива народного творчества российской федерации коллективом из поселка кострово истринской области боярышня вот эта барышня нас сопровождает это нас наш такой некий талисман да ну вот она очень такая веселая медаль на месяц юбилеем 50 лет 10 лет назад да 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 соблюдите хорошо сопровождает хорошо сопровождает и думаю что еще не год и не два будет сопровождать это гран-при фестиваля карусель москови недавно вот следующий фестиваль будет в двадцать третьем году это было двадцать первом это это международный конкурс русского народного танца посвященный татьяне алексеевне устиновой тоже очень так скажем дорог нам и этот приз и участие в этом фестивале мы стараемся каждый год принимать с ним участие так как татьяна алексеевна устинова и ее дочь лидия абрамовна к нашему коллективу как бы отношение имеет мой отец василий данилович тропин который до 80-х годах был руководителем ансамбля был учеником татьяна алексеевна устиновой народной артистки российской федерации балетмейстера и создателя танцевальной труппы хора имени пятницкого и это конечно очень почетно и для нас огромное счастье поддерживать отношения с лидией абрамовна и устиновой дочерью татьяна алексеевна и конечно же иметь в репертуаре и и танцы и и постановки и и шедевры так скажем то есть это вот такой из глубины времен а это воскресенские венделя областной тоже фестиваль у нас массу в люберцах проходит как я уже сказала фестиваль карусель московь в московье московский областной фестиваль этот фестиваль годом или двумя раньше был создан воскресенский вот с тех пор мы тоже дружим хочу обратить внимание что насколько все-таки с выдумкой даже подходят организаторы фестивали и вот не просто как спортивный до кубок а это выглядит еще вот в таком народном стиле ну кристина скажите пожалуйста вы как пришли то как солисткой стали ноги как в пляс то пошли но в четыре года мама привела меня в хореографическую школу да вот и по окончании я уже пришла непосредственно в ансамбле это было в 2006 году но совсем можно сказать недавно было хотя уже да 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 время бежит вот и какой-то особый прием был то есть я имею ввиду что надо было сдать какие-то экзамены либо просто показались искали но девочка хорошо танцует мы ее берем не помните да нет просто выпускники школы могли да могли как бы пополнять состав ансамбля и это было очень почетно для выпускника это все очень этого хотели все когда были маленькими смотрели на этих взрослых людей которые танцуют и очень хотелось туда конечно же а это хореографическая школа именно народного танца ли там разные были направлении там разные направления очень много просто очень обширная программа которую детки изучают и вот уже после этого уже конкретно в народный до коллектив но я так понимаю что человек который отлично танцуют народные танцы он и какие-то другие при желании быстро может разучить потому что он знает что такое профессиональный язык танца то но это безусловно конечно кристина уже сказал упомянула хореографическую школу мы вот когда в закулисье разговаривали о том что вообще за продукт ансамбль россия говорили о том что в 1962 году он был создан супругами катушкиными и до восьмидесятых годов когда пришел к руководству мой отец в частности да потому что там ну очень много было руководителей замечательных руководителей перечисляется тоже очень долго времени понадобится в 1993 году ансамбль стал пополняться выпускниками именно вот хореографической школы то есть когда при ансамбле карусель долгая история очень такая сложная структура при ансамбле карусель детском ансамбле на его базе была открыта в 1993 году хореографическая школа ну и вот как бы там дети до сих пор изучают много направлений хореографии есть теоретические предметы которые они изучают а выпускники вот мы их с радостью принимаем ансамбль россии готовенький хуже да уже даже если скажите пожалуйста а какой то нет самый сложный народный для вас вот где прямо вот но и даду так тяжело ну я понимаю что труд тяжелее что вообще это так вот легко говорить о танцах вообще о любых танцах а тем более о народных где надо еще выдержать на определенные каноны и легко говорить да нам о кубках об участие а это большой труд вот какой танец самый сложный ну если говорить о репертуаре нашего ансамбля для меня самый сложный танец это мурунцика почему молдавский молдавский танец да почему потому что очень дыхалка должна быть сильной чтобы вынести вот этот вот ритм от начала и до конца вот вот в этом плане немножко мне ну и заканчивая первую часть скажите пожалуйста александр а вот что самое главное для человека который вот приходит ваш коллектив но кто-то танцует прекрасно кто-то танцует просто хорошо да но все равно что еще какой стержень должен быть у человека за что вы спрашивать спрашиваете скажем так но сейчас то вообще в современном мире спрашивать с молодежи очень сложно да мы стараемся здесь прежде всего желание если раньше ребята целыми классами приходили в ансамбль сейчас чуть чуть поменьше так скажем то есть уже за 10 лет натанцевавшись и устав они ну как выбирают другого да выбирают другое направление но хочу сказать что много случаев когда ребята вот отдохнув возвращаются к нам приходят снова да к нам и у нас гордость наша что у нас много мальчиков и мальчики вот в частности допустим заканчивают школу какой-то период времени проходит некоторым армию и и уже и возвращаются проходят и возвращать значит есть желание вернуться сейчас мы сделаем небольшой перерыв напомню что сегодня мы говорим о заслуженном коллективе народного творчества российской федерации хореографическом ансамбле россии либерецкого дворца культуры который совсем недавно в конце прошлого года получил это самое звание теперь с хорошим настроением идет вперед небольшая пауза напоминаю что эта программа открытый диалог сегодня мы говорим о заслуженном коллективе народного творчества российской федерации хореографическом ансамбле россии либерецкого дворца культуры которым руководит заслуженный работник культуры московской области почетный работник общего образования российской федерации александр васильна шамилева ну и к кристину денисову солистку ансамбля россия заменил давид ордосенов солист ансамбля ну то есть как положено дама уступает данном случае место своему партнеру скажите александр вы удивили меня тем что мальчика вы говорите много обычно это всегда была проблема потому что ну как бы танцевать да еще народные танцы ну так да вот а как вам удается сохранить эту это мужское начало в коллективе без него же никуда ну это тоже я думаю что одно к другому если бы не было старших у нас мальчиков думаю что младшие не особо задерживались бы конечно они идут глядя друг на друга глядя на старших ребят им хочется также танцевать как вот вы упомянули разножку это вот первый я сказал что есть такой вот танец вот когда это я руками показываю но кажется так можно ногами давид так умеет вот это вот в частности трюки которые ребята хотят делать и могут делать и приходят именно в ансамбль за этим чтобы реализовать себя дать свои эмоции свои давайте тогда у давида спросим дает то есть это не просто еще участие в коллективе это еще и самопознание в общем-то спорт такой своеобразный да конечно физические нагрузки огромные но и как говорят в здоровом теле здоровый дух это так и есть я прихожу заниматься в ансамбле не просто потому что поддерживаю физическую форму да у меня есть друзья там и вот коллектив это что-то такое что держит меня вот в этом ансамбле манит 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 а скажите вот как и кристину спрашивал как вы попали то в коллектив я честно не помню на щели на за искали будешь танцевать бабушка хочет или где-то в четыре года мама привела до помните ступеньки на третьем этаже маленький был да да и вот кабинет мои первые учительницы там где занимались но многие же как считают ну там бокс ты не знаю там ну конечно еще что то а еще и танцы то есть как вам ну потом пришло кстати время да когда и телевидение начала раскручивать эту историю танцы такие танцы всегда да если кстати посмотреть что вообще человек может до в танцевальном направлении я сейчас говорю не только о народном творчестве это ну диву даешься на это вы что правда вот эту разножку делаете то есть вы и на шпагат можете сесть ну да да если очень постараться могу и завести захочу могу я спрашиваю кристины какой для вас самые давайте так у вас просим по-другому какой для вас самый любимый танец народная где вам было себя чувствует прямо я разножку можно прыгать на этом танец барыням он плясовой танец в нем как раз показывается вся русская удали то есть мужская часть есть я от этого получаю неимоверное удовольствие когда вот душа нараспашку ты выходишь на сцену и вот как вы сказали задаешь жару понятно это эйфория называется александра скажите пожалуйста вот прозвучало слово пляска а в чем разница между пляской танцем если она вообще ну танец это слово обобщающие это в принципе все народный танец да уже есть и книги есть как бы люди изучают специально танец под как сказать поддался русский танец специально научному исследованию исследование всякие плясовые есть пляска есть хоровод есть кадриль и там семеновна давай пляши очень 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 много это а вот репертуар как вы подбираете его сама лично или как-то с кем-то еще обсуждаете или ребята говорят вот мы хотим там такой танец сейчас мы тут сделаем столько все конечно подбирают прежде всего сама лично как вы уже сказали ориентируясь на состав ансамбля ансамбль обновляется так скажем каждый год ребята выпускаются каждый год у нас и приходит ну человек 15 12 обязательно до свеженьких и надо заново изучил проходить изучать то что уже наработано до тем кто давно в ансамбле это немножко неинтересно ну конечно поэтому нужно учитывать интересы и старичков так скажу да то есть давать или сложные как поэтому слишком ну как бы быстро обновлять репертуар не получается но стараемся и новые танцы ставить сама ставлю берем какие-то образцы народной хореографии то есть из коллективов государственных давид скажите но раз ищут народных танцах отнимается но название россия но можно до танцевать не только же российские до народные танцы да какие еще бывают бывали ваша история что танцевали александр василь не можете молдав украинский наверно был когда казачьи есть но это тоже российские танцевали что там еще есть грузинская вот ну приходит же смотреть на ваше выступление ваши друзья родные близкие что они вам говорят зависть их берет что вот он такое может сделать а мы не можем сделать такого конечно же нет но вся семья танцует но все меня поддерживают я очень рад этому я благодарен своим родителям братьям сестрам которые меня поддержат в этом деле а вот я опять возвращаюсь к этой теме почему танец сегодня стал популярным вот ведь было же время я прекрасно помню больше пели да вот а сейчас именно вот эта танцевальная культура она возвращается причем разных ипостасях в том числе кстати и в народном творчестве не только в нашей стране и за границей за рубежом тоже почему танец это все-таки все тот же язык жестов язык тела но танец я с вами не согласна что он не был популярен он был попали другой вопрос как озвучивали как освещали этот вопрос да что что сейчас вы правильно заметили существует передачи на телевидении где молодежь может вот когда искать сказал выплеснуть свои эмоции да и ребята наши кстати тоже следят и подсматривают передачами да вот такими как например танцы танцы со звездами и так далее и без звездных и без звезд тоже но то что танец существует с древних времен и то что он никуда не пропадал это абсолютно точно это что во всем мире танец именно народный имеет популярность огромную это я вам могу сказать с большой ответственностью потому что мы стараемся каждый год выезжать на международные фестивали и фестивали хорошего уровня где присутствуют большие коллективы самодеятельные профессиональные и могу сказать что в некоторых странах даже есть при поступлении вузы знания нет льготы а когда ты участвуешь в самодеятельности именно танцуешь каком самодеятельном ансамбле у тебя есть льготы при поступлении в вуз да ну и потом мы же понимаем прекрасно что народный танец это мы это наши истоки ну без мы можем любить что-нибудь греческое известная да и прекрасно это воспринимать но все равно когда наша какая-то плясовая идет то как-то внутри шагом рачи до начинает все там приплясывать и так далее давида что дальше вот вы уже в том возрасте когда надо либо уж если чтобы вообще уже ноги выше головы были либо все-таки сказать спасибо это было очень интересно и идти заниматься другим делом или как-то танец будет продолжать существовать вашей я думаю я буду заниматься танцами долгую часть долгую часть своей жизни без них не можно то есть это уже как бы а как часто у вас и как долго идет репетиция чтобы на унили какой-то вообще-то мучительно наверное же бывает когда что-то долго дают дают не дается не сказать что мучительно но трудно да но тренировки проходит занять а вот чем отличается кстати от тренировок я хотел спросить это же тоже частичка спорта гибкость должна быть тут еще мало одно дело просто так прыгать извините за да в каком-то виде спорта другое дело еще под музыку еще понимать о чем идет речь передавать это и костюмом и правил каждом я уж извините что перебью в каждом виде спорта существует свой тренаж свой комплекс упражнений который поддерживает определенные мышцы и в народном танце тоже и в классическом танце также в народно сценическом танце тоже есть свой тренаж мы стоим у станка делаем определенные движения обязательно в начале репетиции посвящаем 40 минут час только подготовки тела краз ворте еще одна время с лужи условно ну гибкость на на танец это прежде всего гибкость потому что вот мы разговаривали с ребятами которые гимнастикой занимаются такими как я говорю гнущимися видами спорта ведь это прекрасная возможность договариваться со своим телом можно ли сказать давид что благодаря танцу вы свое тело лучше знаете слышите его понимаете его да конечно это так с нарабатывание каких-либо упражнений мое тело начинает больше слушать лучше слушать меня я имею над ним больше контроль и это очень часто пригождается мне для экспериментов правильно попробовать дать делать потому что наверняка есть элементы дав тем более в народном танце трудно выполнимы не всеми выполнимым еще такой вопрос уже ближе к финалу мы двигаемся давид как бы виртуально закроет уши а звездочки у вас есть вот прямо вот вы выделяю вот эта звезда а с другой стороны вы уж нельзя выделять там как-то мало ли что но конечно и ребята это видят что главное в партии звездочки есть я конечно стараюсь не обижать никого но безусловно есть ребята которые вот не ходил не ходил пришел и как дал сделал так что никто рядом не стоять не может конечно такие есть у нас есть ребята еще раз повторюсь радует что вот у нас и в ансамбле березка идут наши наши люди да и вот хореографическое училище при ансамбле государственном ансамбле народного танца к жиль вот там учатся ребята ну то есть я не говорю и про училище культуры и институт культуры то есть дать которую многое да которые посвящают себя танцу танцу и или отталкиваясь даже от танца потом продолжают это какое-то художественное направление как мы говорим ну и в завершении давид и александр на вот сейчас нас смотрят родители и дети вот кто-то может захочет прийти для танца что для этого нужно сделать просто хотеть и прийти но именно в ансамбле уж извини давид не надо пройти школу это конечно надо пройти хореографическую школу в школу мы принимаем с четырех с половиной лет это подготовительный класс пять с половиной шесть с половиной это уже первые классы школы и вот эта подготовка весь этот путь идет десять лет и только через десять лет есть возможность уже через десять лет пляс спуститься настоящий открыта дорога в ансамбле россии давид ну а чтобы вы пожелали всем своим от коллегам всем ребятам всем девчонкам которые в ансамбле тем более у нас там и 23 февраля и 8 марта вы отмечаете эти праздники тоже и концерт вам же надо очень одновременно и отметить и концерт провести чтобы пожелали своим коллегам дальнейших творческих успехов наверно здоровье да здоровье конечно же да и у станка стоит ровно столько чтобы никаких травм не было правильно потому что травматизм то тоже присутствует профессия сложно спасибо вам огромное конечно же это рассказ разговор довольно короткий тем не менее та часть кубков мали даже не знаю как сказать их огромное количество мизерная часть до заслуженный работник культуры московской области почетный работник общего образования российской федерации руководитель заслуженного коллектива народного творчества российской федерации хореографического ансамбля россии любилецкого дворца культуры александра васильевна шмелёва сегодня очень тепло так рассказала обо всем этом конечно мы может быть как-то следующий раз вообще всю эту историю 60 лет это как бы уже подвиг жизни до всех тех людей которые стояли у истоков и которые вот привели к тому что сейчас вы получили все вместе такое звание еще раз кристину благодарим которая была в первой части и вот давид а до сенов который солист ансамбля я так понимаю один из лучших солистов потому что вряд ли бы вы к нам привели кого-то другого правда вот спасибо вам большое за участие в этом небольшом интервью это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а